Приветствую вас, Аноним. Вы знаете, я честно могу вам сказать, что по-хорошему вам не за советом нужно обращаться, но как следует поговорить с психологом и разобраться в себе, в первую очередь. Вот. И дальше уже решить, что делать на основе разговора со специалистом. Советы мы психологи не даем, потому что это не профессионально, это неэтично. И я надеюсь, что вы относитесь к этому с пониманием, в плане того, что психологи не дают советов. Мы можем давать рекомендации, но только они касаются самого человека и только касаются решения его конкретных проблем. Но ни в коем случае не говорим, как поступать и так далее. Тем более мы не можем этого делать в том, что касается третьих лиц. Теперь по вашей ситуации. Вы странным образом называете по имени свою девушку, да, вы не называете свое имя. Вот. Соответственно, почему. Так. Первое. Никакой вашей женщины не существует, потому что вы где-то говорите о собственничестве, о принадлежностях. Это, на мой взгляд, не лучший расклад. Для вас, вот, потому что все-таки подобная тенденция никак не помогает, никак не делает человека более ценным. Наоборот, что это, в общем-то, сводит ценность человека к некой материальной такой, констанции. Поэтому я рекомендую вам пересмотреть по списку «Моя женщина» и вот как-то все-таки, да, ну, отделить то, что вам нужно для себя. И то, что вам нужно для, ну, то, что вы хотите для нее. Вот. Это первое. Дальше. Вы находитесь в классическом треугольнике Карпмана. Вы можете изучить, изучить это, и есть в интернете. Вот. Значит, что здесь происходит? Есть мама, агрессор. Она выступает в роли агрессора. В роли тирана она тиранизирует. Ану, да, Ану тиранизирует. Есть Аня, такая жертва, которая постоянно терпит свою мать, не может сказать ей ни слова против, ну и всякое такое. Есть вы, спаситель, который постоянно пытается спасти Аню от злой, в кавычках, мамы. Правда в том же, что и Аня, и мама находятся в созависимых отношениях друг с другом. И Ане нужна терапия. Психотерапия, чтобы стать независимой от своей мамы. Вам нужна терапия, потому что вы пытаетесь спасти Аню. Как бы, что тоже делает вас созависимым. Мамы, скорее всего, уже не переделать, но, поскольку у мамы не складываются отношения с мужчинами, и она одна, есть очень большой шанс того, что она передала сценарий поведения своей дочери. и дочь, тоже имеет внутренний некий забред на отношениях. Из-за чего она с вами, собственно говоря, может вести себя не совсем корректно. С одной стороны, да. С другой стороны, конечно, есть и ваша доля склама в это. Следующий момент, на который я рассказывал, я хочу обратить ваше внимание, это ссоры, в определенной степени конфликты, да, между вами и Аней. И вы говорите, мы поругались. Это очень важный момент, потому что никаких мы нет. Есть только я и таких я и ты. Лично вы поругались с Аней, Аня поругалась с вами. У этого есть причины, почему Аня поругалась с вами, а вы с Аней. Но, с этими причинами вам, каждому, нужно разобраться. Вы говорите, что проблему вы обсудили, вы это сделали. Ну, я, честно говоря, боюсь, что нет. Потому что проблемы продиктованы более глубинными, мне кажется, причинами, да, вот, например, вы, почему в 40 лет у вас нет отношений, вы выбрали женщину, которая младше вас на 11 лет, вот, что позволяет говорить о том, насколько вы ее, вот, видите, да, равноправной вам, вот. Судя по тому, что мама одна у Ани, Аня без отца, ей нужно ответ, соответственно, вполне вероятно, что она видит в вас какие-то особские качества, вот. Может быть, это было бы хорошо для отношений, но поскольку вы ссоритесь, есть конфликты, конфликты нужно разбирать. Вот, опять же, очень важно понимать, какую лично вы роль играете в скандалах, да, в скандалах. Поэтому здесь я рекомендую вам изучить в интернете психологическую игру «Скандал», она так и называется, вот, изучите, посмотрите, после этого на психотерапию обращаться. Если будет такое желание. Дальше, что касается мамы. А вы вам для себя нужно понять, следующее, что мама видит угрозу в вас для себя. Не для дочери, а для себя. Почему? Потому что вы можете увезти в нее дочь, она сенсионная, она этого боится, она этого не хочет, дочь ей нужна. соответственно, договориться с ней не получится, как не получится, и переделать Аню Капара, в принципе, воспитанная сейчас человеком, неуверенным в себе, и так далее, и всегда будет находиться под влиянием мамы. Даже когда мама не станет, она все равно будет находиться под ее влиянием, повторюсь, если с этим не работать. Поэтому вы с первостепенной своей задачей делаете именно выход из треугольника Карпмана, то есть из созависимых отношений с Аней, и когда вы говорите, что нам хорошо вместе, говорите, опять же, только за себя. Судя по тому, как вы употребляете местоимение, у вас есть некие личные проблемы, у вас есть проблемы с личными границами, потому что никаких мы нет, есть я и ты, я и ты, вы и Аня, вы и мама, мама и Ана. Вот. А если вам хорошо станет, то ничего плохого в этом самом по себе нет, но это не может быть основания для отношений. Вот. Поэтому выход из треугольника Карпмана, постановка в известность Аню о том, что она созависима, вот, и что ей нужна помощь психолога. Последующее обращение Ани к психологу, вас к психологу, и дальше появляется возможность каждому из вас самостоятельно делать выбор. и итогом могут стать как между вами отношения, так и отношения каждого из глав с кем-то еще. Вот. Ну, в принципе, все, на этом, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...